В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 марта 2018 года. Четверг по одному из старинных седьмой день месяца пробуждения природы 7526 лета пятница. Род земной, род небесный. Это тема сегодняшнего нашего живого эфира и автор-сказитель Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей. Здравия, Алексей. Здравия всем, кто нас слышит. Особое поздравление всем девушкам, женщинам с днем весны. Радости побольше, чтобы вас радовал этот мир и все у вас получалось. Хорошо. Теперь давай уже перейдем к теме. Почему ты выбрал сегодня такую тему, чем она для тебя важна и что ты хочешь донести по этой теме для наших слушателей и зрителей? Сегодня больше всего убиваются две вещи. Для любого общества, соответственно, для любого человека очень важен свой род. Его не заменит ничто. Школа, все учебные заведения, которые есть, они воспитывают одинаковость людей. Род — это то живое, что воспитывает человека изнутри. Все люди, которые воспитывались в роду, они чувствовали любовь своих ближних. Ничего ближе рода у нас нет. Почему-то жизнь нас вместила именно в этот род, именно в это место. И помимо того, что у нас есть самые близкие родные, у нас есть еще то, что мы считаем родным сами себе. Это наша природа, это наша земля и все, что нас окружает. И сегодня мы попробуем сродниться с небесным миром. Точнее, с миром небесным. И миром тонких материй. Узнать, как оно через нас проходит. Почему мы подсоединены ко всему. И какова структура всего этого именно в нас. Хорошо. Тогда не будем откладывать столь интересную тему. И начало ее раскрытия предлагаю тебе сразу же. И начинать с того, чтобы рассказывать об этом. Я отхожу в стороночку и передаю тебе полностью управление в этом эфире. Пожалуйста. В бытность еще детства, путешествуя по болотам, по озерам, по заброшенным селениям, я видел, что люди, которые живут в родовом обществе, пытаются сохранить именно это родовое общество. Важнее этого для них ничего нет. Как ген для ДНК, орган для клетки, одинаковое растение для леса, звездное скопление для галактики, клетки для леса. Все имеет свои рода. Так же и человек имеет свой род для того, чтобы образовывать живой организм, живое общество. И род делает организм, общество, вещество не просто твердым, а прочным. Воспитание, просвещение, обучение, любовь возможно привить только в роду и только естеством рода. Род осваивает мир и знания со всех возрастных категорий. Сломать общество, если в нём есть род, невозможно. Вторая главная вещь для общества – это календарь. Все науки вышли из календаря. Календарь – это не то, во что он превратился сейчас. Набор погоды, событий. Календарь – это то, как мы чувствуем из нашей конкретной точки этот мир. Зная все закономерности, которые происходят в течение хода Земли, мы чувствуем и замечаем тончайшие отклонения и особенности, какие происходят с календарём. Именно так мы начинаем осваивать эту Землю и этот мир. Для начала я бы хотел ответить на те вопросы, которые просли с первого эфира. И самый распространённый вопрос, чаще всего встречающийся, для чего мы живём на Земле? Для чего всё вот это вот… Как бы сказать, себя мученнее, чтобы быть лучше. У новорождённого уже есть все качества, которые есть у человека. Осмысленность взгляда, красота, харизма, какой-то характер. Есть генетические особенности. Есть то, что называется «родные души призывают к себе». Память рода, так называемая «пра». Но с рождения даётся судьба, тело, ум, способность продолжать род. И это даётся через самое главное, что есть в человеке, через его душу. Ум, умение, живо, будь, как наше будущее, будь-ующее, как суд-я. Это всё передаётся через душу. Если нет родного в этом мире, тогда, конечно, встаёт вопрос, зачем всё это? Если есть в этом мире родное, то вопрос стоит, почему так времени и сил мало. Сегодня потребительство, точнее его называют инфантилизмом, но правильно по-русски это потребительство, идёт даже по отношению к самому себе. Человек что-то сделал и хочет за это сразу получить. Но душа — это гораздо больше. Это то, на что навивается всё тело и все способности тела, которые есть. Поэтому есть такая пословица «жил-жил, души не нажил». Это и есть то, что человек не сделал с самого главного. Никакая филомудренность, никакая йога, ничто не берётся с собой туда. Харон всё изымает на таможне. И судить нас будет наша собственная душа. И только нашей собственной любовью. Душа — это не совсем мы. Душа — это наша связь с миром. И если есть у нас эта любовь, то мир этот нам родной. И мы будем ещё в нём воплощаться. А если этой любви нет, то возможно, что все остальные воплощения и прервутся. Поэтому живём мы здесь ради нашей любви, для того, чтобы научиться любить. это единственное ценное, что мы здесь приобретаем. И то, что мы берём через все воплощения. Второй вопрос, который очень часто задаются, чем отличаются националисты от народников? Народники — это те, кто изучают культуру народа, живут в народе. А националисты — это как болельщики. Можно не уметь играть, но кричать больше всех. Самые большие националисты — это немцы, англичане, американцы. Поэтому наш национализм — это такое слабое подобие американского национализма. Земля создаёт культуру разных народов. Рода развивают и передают эту культуру. Природа воспитывает человеческие качества. И только когда забрали род, природу и родину, появляется национальник. Человек понимает, что все мы дети Земли и каждый род, народ явлен там и в таких условиях, чтобы воспитывать и развивать особые качества. У всех народов есть чему поучиться. В родовой культуре вопрос о величии даже не стоит. мы не против немцев, американцев. На самом деле, если мы посмотрим историю, то русских больше всего убивали именно русские. Русский народ убивал больше всего именно русский народ. Мы против возвеличивания по любому признаку. Национальному, культурному, одежде, обычаям. Слово национальность — это слово без образа. И когда мы говорим такие слова, как национальная гвардия, ну, встаёт вопрос, народная ли это гвардия. Национальный лидер. Народный — это лидер или нет. Артист, певец, территория, культура. Они могут быть и народные, и национальные. Часто эти понятия чисто противоположные. Нет американской, европейской, советской народной культуры. Как ни странно. Есть только та народная культура, которая прошла через рода. Род — это такой кристалл, такая очень сложная молекула, у каждого из людей в нём есть своё место и иерархия. И эти рода соединены с другими родами и со всем миром, делающие общество прочным и твёрдым. Нация же — это единицы, собранные вокруг идеи, в основном капитала, это жидкая текучая масса для управления. Нация — это то, что нацелено на что-то, а народ — это то, что живёт в родовой культуре. То живое, что само по себе развивается. Если мы возьмём Конституцию, то вот звучит примерно таким образом. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Зачем здесь слово «многонациональный»? Это непонятно. Потому что для меня национальность — это этикетка особенностей языка, родовой культуры и самоотнесения к названию. И все ювенальные юстиции, одинаковость образования — это нация. А все живые проявления души — это народ. И именно за народ и надо бороться. Третий вопрос — это интернет как производитель жёлтого продукта. Очень тяжело сориентироваться в интернете. Одному человеку практически невозможно. Если нет какой-то общности, которая может в этом помочь, любая информация, вернее, в любую информацию может быть завёрнут в вирус, и этот вирус будет делать свою работу. Ложь — такая частичная правда, видимая и поверхностная. Она может быть завёрнута в любую этикетку. Но один из показателей выдуманных и настоящих сведений является пёстрость и броскость. много информации выбрасывается и поддерживается намеренно. Не только потому, что люди хотят сделать значимое своё какое-то сообщество или свою территорию. Всё идёт потому, что люди хотят нажиться. Для этого и производится, сворачивая информацию в какие-то специальные пилюли, которые люди будут потреблять, и будет выращиваться специальное общество, которое будет питаться этими пилюлями, ну и распространять их. Очень много встречается комментариев по той же Тартарии, когда люди вместо того, чтобы путешествовать по сибирским, крымским, по лосским, среднеазиатским, татарам знать их историю, историю их родов, творений, культуры, материальной культуры. Берут карту и спокойненько вещают о том, о чём представлении не имеют практически никакого. А вот сидеть в архивах, ездить по деревням, собирать устные апостолы, это всё тяжело. Ещё и не везде пустят. Точно так же с Луной там какой-нибудь фата или, вернее, фату нельзя говорить, потому что F не было, значит, она будет ката или шата, прыгающей тарелки, антигравитация, машинки времени. И этот вот понос жёлтого продукта, такой мыслительной несваримости, он идёт без понимания, без совести, без ответственности. Низкий поклон всем тем исследованиям, которые жертвуя своим временем, здоровьем и с собой иногда проводят истинные исследования. Присутствуют в науке и двигают её, потому что критикую традиционную науку, необходимо достичь её каких-то высот, понять её тонкости. Нельзя стать исследованием, исследователем, не исследуя и не владея методиками, не имея образования, может быть, домашнего, но серьёзного образования. Поэтому единственное, что можно, какой дать совет когда вы сталкиваетесь с информацией из интернета, если вы её серьёзно не можете никак проверить, просто пропускайте. В ней может быть завёрнуто всё, что угодно. Если информация вас зацепила, если вы начали по этой информации делать какие-то действия, но самой информации не понимаете, ну, будете либо жертвовать, либо помощником. Самое ценное для рыночной экономики, как сказал Катасонов, это дура. И рыночная экономика всяко будет лоббировать производство нужного ей ресурса. хуже всего, что этим ресурсом будем мы. Наш род, наш народ, наши дети. Если мы не сделали для школы, садика, университета, если мы не помогли тем людям, которые добывают знания или их распространяют, ну, будем морщиться, но потреблять жёлтый продукт. И ничего, защиты от этого никакой нет. конечно, если у вас сильный род или у вас есть какое-то объединение, тогда, конечно, легче. Много людей обмануть труднее. Но и это не является защитным. Ну и четвёртое, из чего мы сразу перейдём на род земной и род небесный, это боги и религии в родовом обществе. в родовом обществе не может быть религии в том понимании бессмысленных обрядов, которых они есть в современной церкви. Вопросы жизни обустройства, продолжения рода и освоению или преобразованию природы налагают ответственность, и люди ко всему окружающему относятся так, какое оно есть, как к живому. А всё живое имеет свои внутренние изменения, и даже наше настроение способно повлиять на течение этих процессов. Отсюда главным руководством к деятельности был календарь, где каждый день расписан задолго, понят и существует как главная наука, как расписание чувствования и планирование. И если род не чувствует отклонения от календаря, у него будут проблемы. Весь мир понимается как единый и обществом в целом, и каждым человеком. и во главе единства есть такое понятие от или один. Это единство принимается как освоение мира. Но когда человек начинает задумываться, он видит, что кроме этого единства есть ещё нечто, что им не освоено, нечто чужое. и он характеризует его как долг. И мир становится двоичным. Появляется тьма, мать, ар, твёрдых единений, ара, проницаемость, связывание. И человек начинает видеть единство и борьбу противоположных. и видеть, что мир развивается такой вот змейкой, волной. Но после этого человек видит, что волна это только плоское представление о мире. И он начинает видеть развитие мира. И тогда появляется род. Род как причина, связь и продолжение всего родного. Всегда и везде. Тогда появляются другие боги, которых род породил и которые смотрят за тем, что идёт на земле. Тогда появляется пра, как отец, сын и дух святой. Тогда появляется деление дня на три части. Скажем, ночь, утро и вечер. И это очень обоснованное деление, потому что человек спит одну треть суток. появляется троичность в круге. Но и троичность она несовершенна. В какие-то моменты человек видит то, что каждый виток развития он делится на четыре части. христианства то, что нам говорят, что христианство возникло с маленьким еврейским мальчиком, который где-то на севере воспитался и пришёл к себе на родину, и это и есть истинное христианство, то встаёт большой вопрос, почему же так много крестов в символике, которая датируется тысячей, две тысячи, три тысячи лет до рождения этого мальчика. Слово крест в большинстве славянских языков произносится как криз, как кризис, как то, что в эти дни выбрасывается какая-то энергия. И на самом деле, если мы возьмём, посмотрим на то, как расположены сегодня наши ориентации в мире, то мы увидим, что существует полночь и полдень, закат и восход, существует равноденствие, и существует Новый год, и купало такое полугодие или полуходие. И в современном календаре всё разбито на четыре части. В старой славянской традиции возникло две оси. Одна ось называлась ряд, а другая ось называлась яр. И само миропонимание начало проходить через эти две оси. И возникла сложная календарная понятийная система знаний, убитая сегодня, хотя фольклор, орнаменты крестов, народные традиции говорят об обратном. Даже через толщу лет то, что доходит в самых отдалённых селениях через символику, через устное творчество. Потому что если мы разберём само имя Иисус Христос, то мы придём к тому, что слово Иисус состоит из двух слов. Ис и уз. Ис это исток или истина. и устья. Это как уста, устья, ус. И это не просто дорога. Это предназначенность и судьба человека. И слово Христос тоже состоит из двух букв. Это крест и ось. И каждый человек имеет ось. вот этой своей дороги, судьбы и несёт свой крест. И если мы возьмём вот такой вот восьмиконечный крест, то увидим, что нигде более, кроме как славянской церкви, таких крестов не осталось. и именно эти кресты присутствуют в деревнях, да и в городах тоже на кладбищах, среди простого населения. Но если мы соединим этот крест с человеком, человеком, то мы увидим, что все перекрестия проходят через части тела человека. То есть верхняя планка, она символизирует Солнце. Солнце даёт нам свет. Голова человека объединяет всю нервную систему человека и хранит в себе свет человека. Именно с этим светом у человека возникает ответственность, ответственность за свои дела, возникает просвещенность. из-за нашей мысли, за нашу нервную систему и за наше представление о мире отвечает именно Солнце. Если мы возьмём большую планку, то это центр нашей галактики. Центр нашей галактики производит тончайшее вещество, из которых потом образуется атом. И это тончайшее вещество присутствует во всём. У нас оно присутствует с одной стороны как кровеносная система, а с другой стороны как душа. Именно душой или сердцем мы связаны с центром нашей галактики. именно оттуда возникает самый центр нас, на что наматываются все остальные энергии. В районе живота мы видим косую планку. Помимо того, что Земля вращается вокруг Солнца, вращается с Солнцем вокруг центра галактики, Солнцем она ещё вращается вокруг звёздного центра, который находится в созвездии Сириума. Это давно открытый маленький белый кальрик, как учёные говорят, имеющий две-три массы Солнца, на самом деле он намного тяжелее, чем большинство звёзд вместе взятых в этом звёздном скоплении, которые вращаются вокруг него. И он производит такое вещество, которое называется в народе электромагнетизм. Вот здесь у нас находится живо. Это наш живот. И из него живо распространяется по всему телу. За счёт неё мы живём, за счёт неё живут все живые существа. И с одной стороны кажется, что живот расщепляет атомы и разносит их энергию по всему телу. Но на самом деле есть такие люди, которые не едят вообще. И энергия у них синтезируется. Так вот, помимо того, что мы сюда запускаем пищу, здесь производится энергия для всего тела. Энергия производится на электрическом уровне. Все атомы и молекулы заряжаются именно здесь. Ну и последняя вещь – это Луна, которая находится у нас примерно на этом уровне и отвечает за наше будущее. этот центр называется УД. И не только потому, что это удовольствие, но и потому, что это наш будущий суд. И потому, что здесь образуются те энергии, которые дают наше внимание, наше предпочтение. Ну и мы именно поэтому кого-то начинаем любить, на кого-то у нас выделяются гормоны и кто-то нам интересен. Все интересы и связи с будущим у нас формируются именно здесь. Кроме этого, Луна контролирует женский цикл, контролирует перемещение гормонов у всех живых существ. Поэтому вот этот восьмиконечный крест, который при мне называли верник, он является тем крестом, который мы несем по жизни. Что нам дано, мы это несем по всей нашей жизни. Надо сказать, что современная наука все больше становится чем-то более похожим на религию. Тогда, когда одни люди достигли высот в календарной науке, другие люди образовали христианскую церковь, которая начала убивать тех людей, которые знали и передавали эти знания. и потихоньку замкнулась на делании денег при крещении, похоронах, браках и прочих обрядовых действиях, запретив все обрядовые действия всем остальным людям, вне зависимости от того, как у людей в роду было и наука приходит к тому же самому. Когда начинаешь разбираться с тончайшими материями, начинаешь обращать внимание на то, что такое атом, то ты видишь, что размеры атомов могут быть самые разные. И когда мы каким-то образом обращаем внимание на то, как ученые изучают эти размеры атомов, мы видим то, размеры атомов, видно мне нет, Алексей. Да, видно. Размеры атомов, они в периодической системе Менделеева неоднозначны. Вот в самом начале здесь они крупные, ближе к концу они мелкие. это реальное исследование людей радиусов атомов, ионов, некоторых химических элементов. А если мы видим ионы, то они могут быть вообще мельчайшие, а могут быть вот такие крупные. И это не единственное исследование. Эти исследования проводили многие люди, и нужно сказать, что результаты получались разные. в зависимости от времени года, может быть от давлений, вот такая периодическая система элементов со значениями радиусов атомов и ионов, которые есть. И они показывают то, что размеры атомов меняются и меняются довольно серьёзно. От 0,25 до 1,8. 1,28. Ну, это говорит о том, что атом, скорее всего, существо живое. А если оно существо живое, значит, оно из чего-то образовано. Зная, что атом выделяет как фотон, так и электрическую энергию, мы можем прийти к выводу, что где-то этого добра производится очень много. Если мы посмотрим на то, что такое Земля или что такое комета, то мы увидим, что и то, и другое выпускает из себя огромное количество вещества. Если Землю еще могут быть какие-то непонятности, потому что она большая, я имею в виду планеты, то кометы они маленькие. Выпуск огромного количества вещества говорит о том, что это вещество производится внутри этого небесного тела. Если мы возьмем те же исследования Яницкого, каким образом он находил радиоактивные элементы, то мы увидим, что элементы находились только из-за того, что из Земли идет гелий. Во всех других территориях из Земли идет водород. в огромном количестве. Он формируется, проходит через толщи Земли, через земную кору и через атмосферу уходит космос. И Земля, производя, как и любая другая планета, производя атомарное вещество, растет. Растет и усложняется. если мы увидим, как залегают полезные ископаемые, мы увидим, что многие вещи, они непонятны, но имеют какой-то свой. Только землей, а может быть, даже и землей непонимаемый смысл. находятся не в трудах, все в каких-то непонятных сцеплениях. И это то, что образует живой организм, который выделяет какие-то гормоны для того, чтобы жить. Земля ведь не просто стоит на месте, она вращается вокруг своей оси, и это один центр Земли. Она вращается с Луной, и это совсем другой центр Земли, который находится не так далеко от земной коры. И вот цикл, когда Луна проходит вокруг Земли один оборот, он называется месяц. Месяц это то, как наш спутник Луна перемешивает земное вещество, как внутри Земли, так и в нас самих. И никакого другого месяца раньше не было. Месяц был один оборот Луны. Поэтому он был какие-то недели семь дней, а какие-то недели восемь дней. Тридцать, сорок дней стали его делать именно те люди, которые стали убивать вот это вот понимание, что такое крест и что такое кризисы. И когда небесные тела выбрасывают энергию, поэтому сейчас Луна вращается с периодичностью 29,5 суток. Именно под этот заложен весь нормальный календарь. Конечно, месяцы во всех странах стали другие, но праздники Пасха, Троица, они всё равно остались привязаны к этому. Существует новый лунный год или новый лунный ход и существуют проводы русской зимы, которые идут через один виток после этого. Вещество перемешалось один раз. Пасха, скажем, перемешалось полтора раза. И когда мы берём и произвольно устанавливаем месяцы и произвольно устанавливаем лунный календарь, то всё это совпадать не может. Но память народная это хранит. Поэтому были две основных календаря солнечные и лунные. Поэтому были праздники, которые славили пра, и люди, которые их соблюдали, назывались православными. И были праздники, которые сверялись, высчитывались. И такие люди назывались правоверными. Если мы посмотрим на солнечные праздники, которые существуют в нашем календаре, то они тоже приходятся на ту же ось в центре галактики Солнце-Земля, про которую мы говорили в прошлой передаче. И празднуются недели до подхода к этой оси. Например, к оси Яр, через которую проходит Новый год Купала. И до прохода оси ряд, который празднуется дня равноденствия неделю до первого числа апреля месяца и неделю до и после до первого октября. данные празднования в календаре они не просто позабыты. Люди уничтожали специально часто вместе с носителями данных знаний. Для чего был вот этот крест? Сейчас мы обратимся к солнечному календарю. 6 января проходит Богоявление. И Богоявление это тот праздник, когда Земля выходит из тени Солнца. Выходя из тени Солнца, Земля испытывает огромный восторг, который передается всему. и передается он лучше всего через воду. Вода пробуждает в человеке, пробуждает на всей Земле, на всей Земле как едином организме пробуждает восторг. Передает вернее вода восторг, который есть у Земли. И человек подзаряжается этим. Две недели происходили внутренние изменения клетки, в генах, в каких-то самых потаённых местах. И заканчиваются они вот этим восторгом. И если человек не приобщился к этому восторгу, не очистил свою живу, космическому космическим то он не подсоединился к тем космическим энергиям, которые есть. Значит, что-то внутри его организма будет не так. Это не обязательно болезнь. Это будет общая разбалансированность организма, ненастроенность на космические энергии. весной, когда происходит рост и когда стихия Земля начинает воспроизводить твёрдое вещество с помощью всего живого, растущего на Земле, человек должен прийти к Земле, походить по ней босыми ножками, может быть обмазаться ей, может полежать на ней. И тогда он приобщается к другим энергиям. Если он это не сделал, опять же он не приобщился к этим космическим энергиям. И опять будет уже другая часть его разбалансирована. Если человек в купальские праздники начиная от дня Ивана Купалы и до дня Перуна 6 июля не приобщился к огню, если он не походил по нему, не попрыгал через него, соответственно, у него будет разбалансировка сердца и всё, что связано с душой. другими энергиями это не возобновить. Если человек осенью не походил по воздуху, не разделся и не приобщился вот к этому воздушному миру, то у него будет разбалансированность всех энергий, интересов и половой части. И в другое время это тоже не сделать. Это те обязанности, которые мы должны проявить по отношению к здоровью собственного организма. И даже не только собственного организма или тела, а всех тех энергий, которые ходят внутри нас, фактически которые нас создают. Если мы это не делаем, это очень плохо. Значит, мы не знаем своего календаря, по крайней мере солнечного, и не знаем той периодичности процессов. То есть то небо, которое есть, оно не родное для нас. Мы к нему не приобщаемся, мы его не знаем, и с ним никак не связаны. Если мы посмотрим на мелкие небесные тела, то вот Земля, она производит атомарное вещество. Но Солнце атомарное вещество, или звезды, точнее сказать, атомарное вещество от себя отпустить не могут. Сила притяжения внутрь слишком большая. в науке она называется гравитация. Что такое гравитация? Тогда, когда в живом небесном теле образуется вещество, которое это небесное тело большей частью отдает космосу, а меньшей частью посвящает себе и складывает из него более сложные соединения, которые являются фактически ее таким узором, двигателем, генератором, то все остальное вещество, в том числе фотонное, электромагнитное, ну и тот эфир, который есть, они направлены внутрь этого небесного тела. так вот своим движением внутрь они захватывают все и чем больше вещества производит данное небесное тело, тем сильнее будет гравитация. Это зависит не только от массы и не только от вращения, это зависит от производства вещества. Но звезда становится звездой тогда и только тогда, когда от себя атомарное вещество она не отпускает. Соответственно, она начинает производить то вещество, которое мы называем фотоном. То вещество, с помощью которого мы думаем. по какой-то причине происходит так, что звезда растет, но бесконечно расти она не может. И в какой-то момент те связи, которые есть у атома электронные, они рвутся. И электронные оболочки просто сметаются силами притяжения. И тогда звезда становится то, что мы называем нейтронной. Нейтронные звезды очень маленькие и очень быстро вращаются. Это такое вот ядро простой Земли, которое осталось для производства совершенно другого вещества. То, что мы называем электромагнитное вещество. И маленькая звезда обеспечивает маленькая по размерам обеспечивает им все свое звездное скопление и передает его всем небесным телам. Но в какой-то момент и эта звезда имеет невозможность отвергать от себя электромагнитную америю. И тогда либо она падает на центр галактики, либо начинает образовывать какую-то свою галактику. и тогда она производит еще более тонкое вещество. Ну, кто-то его называет гравитационным, я бы так не стал. Но именно оно летит по всей галактике и образует самые тончайшие частички атомарного вещества, на которые уже потом накручиваются протоны и так далее. И соответственно электронные оболочки. И все это связано с человеком. Непосредственно с каждым из нас, с землей как единым организмом. И наше здоровье, наш интерес, наша душа, они зависят всего этого. Поэтому есть род, который нас здесь рождает и есть род, из которого мы формируемся. Человек не просто сборище клеток или там атомов. В каждом из нас присутствуют все те энергии, которые есть во всей вселенной. И мы строимся и формируемся по образу и подобию всей вселенной. Если мы возьмем само слово рождение, то ведь женщина она не женит ребенка, она не материт его, она его рождает. рождает, дает роду, родит. И для каждого из нас готовлена какая-то судьба родиться в данном роду. Может быть, рода просят души собственных предков, может быть, есть какие-то практики, которые помогают сформировать данные род и его переходы. Но кроме этого всего, род притягивает и другие души. и если мы всего этого не знаем и не делаем, если мы даже не знаем свой род, а живем таким единоличным хозяйством, ну, в крайнем случае, маленькой семьей, то потихоньку мы попадаем под власть паразитов, тех людей, которые называются на нас. Мы им начинаем служить, мы отрываемся не только от своих непосредственных родных, получается так, что мы отрываемся вообще от всей вселенной. Мы обосабливаемся и становимся отдельной единицей. Тогда мы становимся нацией, нас нацеливают куда нужно. Тогда мы становимся не теми людьми, которые преобразуют этот мир, а теми людьми, которые служат. Служат конкретным людям или служат на живе или чему-то похожим. То есть мы сами своей судьбой уже не распоряжаемся. Нашей судьбой, нашими делами и даже теми людьми, которых мы производим, распоряжаются другие люди. И тогда мы отрываемся от всего. И засчитанным ждать неоткуда. Да может и не надо. И тогда встает вопрос тот, с которого мы начали передачу. Зачем все это? Если нам не нужны будущие воплощения, если нам не нужны дети, если нам не нужны наши родные, тогда незачем. Тогда нужно стать человеком, которого нацелят и который будет выполнять все указания других людей, ну или по крайней мере тех, которые находятся, и спокойненько доживать по крайней мере эту жизнь. А вот если человек живой, то ему нужно как минимум две вещи. это свой род и понимание почему все это происходит в мире. Это знание календаря, это знание наук, это понимание тех исследований, которые ведутся другими людьми, это понимание того, к народу нужно обращаться или к нации, нужно потреблять пластмассовую информацию, пластмассовую еду, или нужно как-то учиться самому преображать мир и пытаться жить своим трудом, своим преображением этого мира, то есть самому делать этот мир роднее не знаю, как получилось у меня соединить два мира, небесный родной и земной, но если вы почувствовали хоть какое-то желание познавать мир небесный и его влияние на нас, я буду очень рад. Хорошо. Можем переходить ко второй части, правильно я тебя понимаю? Ответы на вопросы. Да, 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 конечно. Хорошо. Хорошо. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!